Ремонт улицы Клизиновска идет по графику. Сейчас повышать работу могут незаконно установленные гаражи на пересечении с улицы Карла Маркса. Собственникам необходимо убрать их в самый кратчайший срок. Подробнее в нашем следующем материале. 60 металлических боксов расположены в том месте, где должна появиться парковочная зона. Чтобы на этом этапе работ не было задержки, конструкции необходимо убрать. Такая ситуация не только на пересечении с улицы Карла Маркса. Мешают работам гаражи рядом с перекрестком на улице Горького, возле железнодорожного полотна. Активные работы начнутся через две недели, а значит владельцам стоит поторопиться. Данные гаражи, они установлены как раз в той полосе, где будут обустраиваться тротуары, проезжая часть, стоянки для машин. И мешают. На все гаражи наклеены объявления, чтобы владельцы убрали свои гаражи в кратчайшее время. Собственники строения были предупреждены заранее. Срок для переноса конструкции дается до 24 января. После этого доступ к гаражам будет перекрыт, а сами они убраны в принудительном порядке. Большинство хозяев гаражей не торопится выполнить предписание. Но есть и те, кто позаботился о своем имуществе и уже убирает боксы. Таких пока всего пять человек. Городские власти совместно с подрядной организацией обещают помощь в переносе гаражей. Уже выделена специальная площадка для временного хранения конструкций, а рабочие помогут погрузке. Что касается самих ремонтных работ, то они идут по плану. В настоящий момент выполняются зимние работы. Тяжелая техника делает выборку грунта и отсыпку дорожного полотна. На данный момент мы убрали весь кустарник, сняли ПРС, выкопали корыто. И вот по этой стороне уже отсыпано уширение. Вот на данном месте будет парковка. Строится земполотно. Если позволят нам погодные условия, значит будет еще смонтирована ливневая канализация при дождеприемной колодце. В конце июля 2014 года объект будет сдан. После окончания работ здесь появится четырехполосная проезжая часть. Будут оборудованы тротуары, велосипедные дорожки, парковки для автотранспорта. Алена Закатаева, Михаил Пресев, Волгдапортал.